Приветствую вас, друзья! Вы знаете, что я начал играть в The Calista Protocol. Те, кто посетил прямой эфир, даже знают о том, что я прохожу её на Xbox Series S. И я уже достаточно много прошёл этой игры, и очень сложно было отрываться даже для того, чтобы записать данный обзор. Ну, времени нет, чтобы пройти игру, знаете, так вот наскоком за пару дней. И реально приходится порой себя заставлять, чтобы уже прекратить играть и заняться чем-нибудь другим, другим, более, может быть, полезным, иногда интересным. Но игра потрясающая, я не понимаю, почему столько смешанных отзывов на неё. Хотя на самом деле понимаю, давайте поговорим об этом как раз-таки. Прежде всего, вот из того, что я вижу, да, негативные отзывы или какие-то очень такие средние, они возникают от людей, которые играют на эту игру на ПК. То есть даже самые мощные видеокарты, процессоры и всё остальное, с этой игрой вызывают определённые сложности, фризы и так далее, просадки фпс. Но, знаете, это же, в этом нет ничего нового, так было, в принципе, всегда, да, то есть далеко, ну, исключительно малое количество игр оптимизировано хорошо для работы на ПК. В основном всё-таки игры разрабатываются для консолей преимущественно, и эта игра не исключение, она оптимизирована прекрасно для консолей. Лишь очень малое количество каких-то багов и недоразумений присутствует, да, при игре на PlayStation 5 и на Xbox Series. Об этом можно посмотреть в обзоре, например, Digital Foundry, да, они показали, какие именно проблемы существуют, но их совершенно незначительное количество, они никак не влияют на геймплей, и, скорее всего, ближайшим патчем будут исправлены. Сейчас игра в прекрасном состоянии, можно её пройти. И даже играя на Series S, игра выдаёт всего лишь 30 фпс, и, так скажем, более скудные текстурки и всё остальное, чуть-чуть более скудные, я бы так сказал, да, нет рейтрейсинга, как на старших консолей, выглядит превосходно. А что будет, если играть, например, на Xbox Series X, либо PlayStation 5? Игра будет просто прекрасно выглядеть. Поэтому просто вопрос в том, ваших приоритетов, если вы хотите заниматься вот этим вот мазохизмом, да, и постоянно настраивать игры для того, чтобы играть на ПК, ну, это ваше право. Дело не в том, что разработчики какие-то кривые, ещё что-то оптимизировать игру для всех возможных конфигураций ПК, это сложная задача. Я уверен, они с ней справятся, но это не происходит так быстро. Для этого нужно выпустить игру, как правило, а потом уже патчами латать. Поэтому наберись терпения, если у вас ПК, и уже совсем скоро, я думаю, вы сможете поиграть в неё, но пока тоже без каких-либо проблем. Ну, а консольщики могут приступать уже сейчас. На мой взгляд, игра просто великолепная. Я бы сказал, что это нечто среднее между Dead Space 2 и Dead Space 3. На Dead Space 3 похоже потому, что очень много экшена всё-таки. Совсем не так, как Dead Space 1, где, по сути, такая гнетущая атмосфера, это больше хоррор был. Вторая часть уже была, ну, даже, наверное, на вторую больше похоже. Уже больше реальности экшена. И многие как раз-таки в качестве недостатка говорят именно об этом, что много динамики и мало хоррора. Ну, я бы сказал, что это золотая середина своеобразная. Сюжет интересный, да. То есть он, да, он во многих аспектах может быть и клишированный, но тем не менее он увлекательный и не супер банальный какой-то. Поэтому я от неё лично не могу оторваться. Мне очень интересно. И я рекомендую поддержать для Носкофилда, разработчика данной игры и, собственно, создателя серии Dead Space, PUBG и так далее. И просто приобретать, играть, потому что, ну, это просто шедевр, на мой взгляд. И я давно уже так не увлекался играми. То есть вы прекрасно знаете, что я в том числе, наверное, забил на игровые стримы и всё остальное, потому что играть-то не во что, друзья. Ну, и за последние, там, пару лет, что Путнина-то выходила? Ну, вот, недавно вышел God of War Ragnarok. Классная тема. Не играл, правда, да. Но я уверен, что игра хорошая. Ну, и вот, собственно, вышел The Calista Protocol. А что ещё было играть последние пару лет? Ну, я не знаю. В очередной раз покупать NBAT, окей, да, камон, это то же самое, блин. Там ничего практически не меняется. И за последние три года игра вообще никак не менялась. Поэтому прекрасно, что выходит что-то прекрасное. И вы можете поиграть на консолях без всяких проблем. На этом всё, я думаю. Если будут какие-то вопросы, задавайте обязательно в комментариях. И не забывайте подписываться на мой YouTube-канал по психологии. Ссылочка будет в описании. Видео там выходит регулярно. В том числе, не так давно вышло видео по медитации для тех, кому нравится мой голос. Ну, и хотелось бы немножко полетать, да, заняться космическими путешествиями. До новых встреч!